Всем привет! Вы на канале Ирина Ф. В этом видео хочу рассказать вам о своих фаворитах и новеньких любимчиках в уходе этой осенью 2018 года. Давайте начнем с моих фаворитов, с продуктов, которые уже проверены временем. Я с удовольствием пользуюсь длительное время. Первое это продукты от Ифраше, которым, не знаю, я готова просто петь дифирамбы. Во-первых, это гели для душа. Сейчас у меня в использовании два. Это гранат и пряные ягоды в большом объеме 400 мл. Это обычный гель для душа, но с очень приятным ароматом, нежный, хорошо кожу очищает. И второй гель уже кремовый. Это, наверное, мой самый-самый любимый из всей линейки гелей Ифраше. Это бразильский кофе. Нежнейшая кремовая текстура, аромат, ну, просто, не знаю, заряжающий позитивом, восхитительный. Если еще не пробовали такой гель, обязательно советую приобрести. И также мой бессменный, можно сказать, фаворит от Ифраше. Это лосьон для тела. Сейчас у меня малина и мята. Во-первых, здесь очень большой объем, 390 мл. Хватает, ну, месяца на два совершенно точно. Нежнейшая кремовая текстура, тающая на коже. При этом лосьон дает отличное увлажнение как и в летний период, так и в осенний. Единственное, думаю, все-таки в зимний период будет слабоват для сухой кожи. Поэтому куплю что-то другое. Ну, если у вас кожа не сухая, я думаю, что и в зимний период вы таким лосьоном с удовольствием будете пользоваться. Следующий мой, опять же, бессменный фаворит. Пользуюсь, наверное, на протяжении полутора, а может быть, даже двух лет, как только этот продукт появился в магазинах FixPrice. Это густое масло для волос от FITO COSMETIC. Это густое масло продается во многих магазинах, но просто в FixPrice самая бюджетная стоимость. Небольшая такая баночка. Здесь, по-моему, 150 мл. Продукт вроде бы дешевый, но на моих волосах работает просто отлично. Поэтому подобная баночка, даже наравне с более дорогими средствами, у меня всегда находится в ванной комнате. Сейчас у меня репельное масло. Производитель нам рекомендует наносить на 3 минуты. Я использую просто как бальзам-кондиционер. Наношу на 1-2 минуты, но все равно я вижу эффект на своих волосах. Волосы напитывают. Они после этого гладкие, красивые. Ну и, конечно, легко расчесываются. Поэтому такая баночка всегда будет у меня в ванной комнате. Следующий мой бессменный фаворит, которым я тоже пользуюсь на протяжении, наверное, полутора лет. Периодически этот крем всегда покупаю. Это крем от трещин в ступнях до и после. Это крем с витамином F. Он действительно прекрасно ваши ножки напитывает, за ними ухаживает. Если есть какие-то незначительные трещинки, я думаю, он тоже поможет. По крайней мере, в комментариях мне об этом писали. У меня пятки, в принципе, беспроблемные. Но все равно рука у меня к этому крему тянется. Уход отличный. Аромат для меня достаточно приятный. Крем быстро впитывается, не оставляет никакой жирности. Ну, в общем-то, отличная вещь. И буду покупать обязательно еще. Следующий мой бессменный фаворит, который является фаворитом еще с летнего периода. Это крем для области вокруг глаз от марки Esfolio. Я пользовалась этим кремом все лето. Это кокосовый крем. Сейчас покажу вам, какая у него структура. Консистенция, вернее. Сейчас выдавлю. У меня осталось, наверное, чуть меньше половины тюбика. Но до конца осени и даже, возможно, на декабрь мне его совершенно точно хватит. Видите, крем такой достаточно густой, насыщенный. При этом он моментально распределяется по коже. Смотрите, все. Крем распределился. И буквально через две минутки он уже впитается. Его не будет видно. Можно сразу наносить макияж. Ну, например, консилер. Приятный у него нежный аромат. Здесь огромный объем. 40 миллилитров. Поэтому, ну, я этим продуктом буду пользоваться в итоге месяцев 6-7, а то и 8 совершенно точно. Если у вас в городе есть магазин «Подружка», по крайней мере, в Москве он продается только в «Подружке», то советую обратить на него внимание. Этим кремом было приятно пользоваться, как и летом, поскольку он быстро впитывается. Им приятно пользоваться и осенью, поскольку у него все-таки такая достаточно насыщенная текстура. И я думаю, что зимой он тоже будет среди отличников. Следующие фавориты, которые являются моими фаворитами внесезонно, в любое время года использую, это тканевые маски. Для моей сухой, чувствительно обезвоженной кожи тканевая маска – это все-таки самое лучшее решение, так как такие маски не надо смывать. Наоборот, производители нам всегда рекомендуют, после того, как вы эту маску с лица сняли, то оставшийся продукт как-то аккуратно вбить, втереть в кожу лица. Поэтому для сухой кожи это просто must-have. Я пользуюсь или увлажняющими масками, или питательными. Мне больше всего нравятся маски корейского производства, но я покупаю достаточно недорогие по цене до 100 рублей, и на моей коже они отлично работают. Теперь давайте перейдем к продуктам, которые стали открытием этой осенью. Раньше я ими не пользовалась. Первое мое открытие – это вот такое молочко для очищения лица от макияжа от марки Перфекта. Вообще марка Перфекта, по-моему, раньше была польской, но ее перекупила какая-то японская компания. Я купила этот продукт по скидке в подружки всего лишь за 50 рублей. Честно говоря, никаких особых надежд не возлагала, но на удивление продукт оказался просто чудесным. Здесь находится такое густое кремообразное средство, как вы видите, такого желтоватого цвета. Производитель нам рекомендует использовать этот продукт для очищения лица и глаз от макияжа в двух вариантах. Я, кстати, использую только для лица, для глаз у меня всегда отдельное средство. Я использую в первом варианте, то есть я наношу это средство на ватный диск и протираю лицо, удаляя макияж. Но также производитель пишет, что это средство можно просто в чистом виде наносить на увлажненную кожу и как бы умываться. В таком варианте не пробовала. Макияж удаляет отлично. Средство нежное, подойдет для сухой чувствительной кожи, не оставляет на коже никаких неприятных ощущений. Но, конечно, после снятия макияжа этим средством я обязательно умываюсь. Следующая парочка, которой я тоже пользуюсь первый раз и которая меня уже впечатлила и порадовала. Это два крема от Lumen. Это дневной крем для сухой кожи и ночной крем для всех типов кожи. Парочка просто отличная. В тандеме вообще работает, мне кажется, идеально. Крем для сухой кожи дневной, он достаточно насыщенной текстуры. Он действительно прекрасно увлажняет сухую кожу. Он очень быстро впитывается. Буквально уже через 3-4 минуты можно спокойно на него наносить макияж. Ночной крем, поскольку он идет для всех типов кожи, он достаточно легкий. А я, кстати, несмотря на то, что кожа у меня сухая, я не люблю какой-то очень жирный, очень питательный крем на ночь наносить. Мне понравилась его консистенция, мне понравилось его действие. Ну, в общем, отличная парочка. И, кстати, не очень дорогая. Следующий продукт, который недавно приобрела, пользуюсь, наверное, чуть больше недели. Это троксерутин тонизирующий охлаждающий гель для ног. Вот в такой упаковке он продается в магазинах FixPrice. Стоит 50 рублей. Там находится вот такой тюбик 50 мл. Сразу хочу сказать, это не аптечное средство. Это не такой троксерутин, как вы можете приобрести в аптеке. Это косметический продукт. Это просто охлаждающий гель для ног. Я наношу этот гель и на стопы, и на икры, так как у меня иногда побаливают икроножные мышцы. Средство отличное. Он действительно оказывает такой очень приятный нежно-охлаждающий эффект. Ну, как-то, мне кажется, разгружает стопы, икры. Очень приятное действие. Если ножки уставшие, наносишь этот гель и просто чувствуешь, как ножки расслабляются, как они рады этому продукту. Поэтому, несмотря на то, кстати, расход у меня довольно большой этого средства. Я пользуюсь всего лишь, наверное, полторы недели. У меня уже ушло полтюбика. Конечно, я сразу испугалась, что продукт мне понравился. Поэтому он обязательно с фикс-прайса исчезнет. Поэтому я уже купила себе в запас вторую упаковку. Могу вам этот гель смело рекомендовать. Следующее мое открытие этой осенью, ну, может быть, не совсем открытие, это интенсивный уход крем-сос для поврежденной кутикулы от Новосвит. У меня уже были подобные продукты для кутикулы и ногтей от Новосвит, но именно вот такой крем-сос покупаю первый раз. Это маленький-маленький тюбик. Здесь всего лишь 20 мл. Находится в нем вот такой достаточно густой питательный крем. При этом он очень быстро распределяется по кутикуле. Ну, я вам на руке, конечно, сейчас показываю. Он действительно прекрасно кутикулу питает. Очень нежный, у него приятный аромат. Я подобные продукты очень люблю. Да, за кутикулой они неплохо ухаживают. Это, кстати, если вам нужен крем, чтобы носить в сумочке и ухаживать за руками, вы тоже можете приобрести эту малышку, так как я иногда использую просто как обычный крем для рук. Стоило средство, кстати, очень бюджетно, что-то порядка 35 или 40 рублей. Следующий продукт, который стал моим открытием этой осенью, это масло для бровей и ресниц. Продавалось оно вот в такой упаковочке. Я покупала на аптечном сайте масло Oleos укрепления. Масло для ресниц и бровей. Я использую только для бровей, для ресниц. Я, честно говоря, побаиваюсь использовать подобные продукты. Вот информация, кому интересно. Сейчас вам покажу состав. Вот состав продукта. И вот высший способ применения, который нам рекомендует производитель. Я наношу это масло только на брови. Вот так выглядит тюбик. Кстати, вот эта щеточка оказалась совершенно бесполезная. Я ей не пользуюсь. Я просто наношу вот этой щеточкой, как у туши, масло на брови раз в день наношу, вечером после снятия макияжа. У меня брови темные, но летом всегда они выгорают, становятся гораздо светлей. И потом мой настоящий цвет очень долго как бы восстанавливается. Но в этом году я начала пользоваться вот этим маслом. И мне кажется, что мой черный цвет бровей вернулся достаточно быстро. То есть цвет уже практически восстановился. Ну и просто мне нравится, как это масло ухаживает за бровями. Мне кажется, появились какие-то новые волоски в тех местах, где у меня, ну скажем так, были какие-то небольшие проплешины. Поэтому масло использую обязательно весь флакончик. Расскажу потом в пустых баночках о уже окончательном эффекте. Но пока мне продукт очень нравится. Кстати, стоил достаточно бюджетно, сто с чем-то рублей. И последний продукт, о котором я вам сейчас расскажу. Для этого мне надо будет немножко опустить камеру. Это скраб для тела. Сахарный скраб от марки Delicare. Это марка, ну Delicare, да, неправильно произнесла, уж извините. Марка эта представлена в магазине Улыбка Радуги. Стоимость этих продуктов достаточно бюджетная. Здесь, как вы видите, производитель нам указывает 95% натуральных ингредиентов. Это скраб шоколадте. Я вам покажу, как он выглядит. Во-первых, у него очень приятный аромат. Выглядит скраб вот таким образом. Я использую его, наверное, чуть больше недели. Он очень-очень густой. Вот сейчас открыла баночку, и просто такой божественный аромат пошел. Хочется сразу залезть в душ и полностью себя им поскрабировать. Он очень-очень густой. Такой на вид, знаете, как бы кажется, что он суховатый. Чтобы показать вам консистенцию, видите, я даже ложечку приготовила. Рукой он тяжеловато набирается. Вот так он выглядит. На самом деле он совершенно не сухой. Он даже немного маслянистый. Он достаточно крупнозернистый, достаточно грубый. Для моей сухой чувствительной кожи он подошел только для, ну скажем, каких-то не особо нежных участков. Я использую для скрабирования ног, бедер и филейной части тела. Для этих частей тела он подошел просто отлично. Он не просто скрабирует. Я могу даже сказать, что он, знаете, вот прям шлифует кожу. А поскольку он на самом деле такой достаточно маслянистый, то кожа после применения этого скраба, она не только отшлифованная, она гладкая. И благодаря наличию какого-то масла в составе, в принципе, если у вас кожа не экстремально сухая, то можно даже потом лосьон для тела не использовать. Кожа все равно будет выглядеть отлично. Поэтому могу смело его вам рекомендовать для ног, для бедер. Будете пользоваться таким скрабом с удовольствием. Единственное, если у вас очень-очень чувствительная кожа, если у вас есть какие-то выступающие вены на ногах, то осторожно используйте подобные грубые скрабы, так как, ну, все-таки, наверное, вам что-то надо приобрести более нежное. Вот, всем же остальным его смело рекомендую. Вот такие продукты радуют меня этой осенью. Видите, вот можно просто ложкой есть. Так вкусно пахнет. Такие мои фавориты и открытия этой осени. Расскажите, какие косметические продукты по уходу вас порадовали этой осенью, чем вы пользуетесь. Может быть, у вас тоже есть какие-то интересные открытия, и вы порекомендуете мне обратить на эти продукты внимание. Всем спасибо за просмотр моего видео. Всем отличного настроения. Всем пока!